Привет! Продолжаем выравнивать курс по фигме, калибруя его. Сегодня тема выравнивания и настройка прицела. А пока не начали, расскажите в комментариях, если б можно было назначить в суперудобное доступное классное место всего одну жареную кнопку или комбинацию клавиш, что бы вы выбрали, кроме, пожалуй, наверное, Ctrl-Z. Ну-ка, расскажите, признавайтесь. Поддержите, да? Погнали смотреть уже. Настройка прицела находится в гамбургере во вкладке Arrange. С первым пунктом мы уже знакомы, он позволяет вернуть на круги своя элементы потеряшки. Если вдруг случилось недоразумение и слетела магнитная привязка к пиксельной сетке, а включается она в отделе недоразумений Snap2PixelGrid, и какой-то элемент сбился с пути, то починить это можно как раз вот этой командой Round2Pixel. Если вы вдруг будете пробегать мимо отдела недоразумений, то, конечно же, во-первых, включайте привязку к сетке, а во-вторых, оставьте у них там в книге жалоб предложений по желанию и просьбу добавить сюда какой-нибудь классный хоткей. А то договариваться с пикселями без хоткея как-то не особо удобно, но у меня есть предположение, что они специально сюда не добавляют жареную кнопку, чтобы после долгих мучений все-таки пришло осознание. Надо включать привязку к сетке. Дальше идет список всяких разных выравниваний. По левому краю, по правому, сверху, снизу. И особое внимание стоит уделить невероятному хоткею Alt-H, который выравнивает горизонтальные центры выбранных элементов. Есть и его аналог, который делает то же самое с вертикальными центрами. Выбираем элемент, и внутри контейнера, в котором он находится, можем швырять его туда-сюда как раз этими кнопками. Alt-S это вниз, Alt-B это вправо, A это влево, а W это вверх. С зажатым Alt-ом, конечно же. Казалось бы, как все это дело запомнить, но на самом деле все супер просто. Это самые нажимаемые кнопки в играх, где можно передвигать персонажа или гонять на машинках. W это вперед, а в нашем случае это вверх, S это вниз, D направо, A налево. И это еще одна причина группировать свои и оборачивать контейнерами, а не устраивать из панели свое в квартиру Хованского. Предположим, что я заголовок хочу поставить ровно по центру. Я его просто выделяю и нажимаю всего одну кнопку на мышке, и он улетает ровно в центр, пиксель в пиксель. Конечно, при условии, если я предварительно все правильно сгруппировал. И да, вы не ослышались, этот хоткей настолько популярен в моих краях, что я его даже забиндил на мышку, постоянно пользуясь, чтобы внутри контейнеров все быстро, точно и ровно пиксель в пиксель центрировать. Но запомнить его супер просто, Alt-H, H-Horizontal, не G-Horizontal, а H-Horizontal. Есть и его аналог V-Vertical, а тут H-Horizontal. Это выравнивание, Alt-H выравнивает центры выбранных элементов. Выбираем две фигуры и их центры сдвигаем друг к другу, ставим по одной оси, нажимая Alt-H, и они сдвинулись правая влево, левая вправо. А вот если выбран один элемент, то Alt-H выравнивает его центр относительно центра контейнера, ставит просто ровно посередине, а так как контейнер у нас не сдвигается, ведь он обычно больше, чем сам элемент, который мы выбираем, то мы этот элемент внутри контейнера ставим ровно по центру, и это, ребята, чит. Давайте внутри компонента сделаем как нынче популярно. Это так, это сяк. Выбираем иконку, жмем Alt-H, и она ровно по центру внутри контейнера. Берем текстовку и через Alt-H центрируем ровно по центру пиксель в пиксель. Быстро, круто, ровно, и никто не предъявит нам, что у нас алиэкспрессовский прицел, нынче модный и популярный. Но когда вы познаете дзен вот этих шести выравниваний и начнете, конечно же, все группировать в панели свое, то швырять элементы очень удобно. Влево, вправо, по центру влево, вправо, по центру влево. Очень быстро, удобно, а главное пиксель в пиксель ровненько. Слетел куда-то футер или случайно дернулась рука, ставим по центру, швыряем вниз, и вот все на месте. Очень удобно, быстро, а главное ровно. Дальше по списку в меню Tidy Up, уборка. У нее черный пояс по отступам, и она недоступна в двух случаях. Во-первых, если выбран всего один элемент, а контейнер является одним выбранным элементом, то есть нет отступов до чего-то другого выбранного. Поэтому проваливаемся, через Enter выделяем всю начинку и смотрим, да, она загорелась. Второй случай, когда нечего упаковывать, если между выбранными элементами уже прекрасные ровные отступы, и казалось бы, карточки же стоят на одинаковых отступах, но нет, здесь есть курсор, который вносит свою лепту. И фигма предлагает нам навести порядок. Можно нажать или здесь, или через жареные кнопки отправиться к хирургу, или вот здесь вот появляется печенька. Нажимаем, и три карточки опустились ниже. Вот этот визуально классный отступ немного испортился. Совет очень простой. Если показываете курсор, ставьте его так, чтобы он не вылазил за пределы контейнера. Так вы сможете проверять, насколько хорошо откалиброван ваш прицел. Если печеньки нету, то есть в меню Tidy Up недоступно, это значит, что все отступы ровные. А вот если руки не слушаются и где-то чего-то куда-то дернулось, то выделяем, но не контейнер, потому что это будет по-прежнему один элемент, а элементы внутри контейнера, чтобы появилось какое-то значение отступов между ними. Жмем на печеньку, и она наводит порядок, выравнивает горизонтальные центры среди всех карточек и вертикальные тоже. И, конечно, это хорошо сработает, если выбранные элементы у вас были одного размера. Останется между ними настроить отступы на одинаковые значения по горизонтали и вертикали, поставить по сетке и отодвинуть на нужное значение. 14, раз, два, три, четыре, и еще один, и раз, два, три. Все, теперь у нас 40 пикселей. А если какие-то элементы у вас отличились по вертикали, по горизонтали, да еще и руки дрожат, то, ребята, большие планы не строите, потому что печенька нам только подтюнит отступы. Элементы обратно в строй она не вернет. После уборки есть опция упаковать все по горизонтали или вертикали, и, как вы видите, работает даже с контейнером. Если по горизонтали, то вся начинка уже без отступов вплотную выстраивается друг за другом по горизонтали. То же самое происходит и в варианте по вертикали. Но тут нужно смотреть, как элементы располагались в слоях. Работает по принципу F-паттерна, слева направо, а сверху вниз. Сначала карточки, которые были сверху, а потом которые в нижнем ряду. А внутри этих линий тоже в зависимости от порядка в слоях. Сначала стоял мастер, потом вторая карточка, а вот потом шла по списку не третья, а сразу четвертая. Поэтому, выравнивая по Y, сначала поставил ее, а потом уже третью карточку. Если изначально мы поменяем местами, третью поставим ниже четвертой, чтобы была первая, вторая, третья, четвертая. И вот теперь, выделяя, выбираем упаковку по вертикали, все становится так, как мы задумывали. Ну и осталось посмотреть, как работают дистрибьюты. Когда нужно разместить столбики текста разной длины, то появляется вопрос, а как же это дело лучше разместить? Клево, если получается в соседних блоках подружить контент. Например, тут есть линия, и по этой линии дальше стоит первый столбик. И вот здесь ярко выраженная линия, по ней ставим третий. А что делать с средним вторым столбиком текста? Либо его можно поставить по сетке, чтобы верстальчику было чуть легче, или вспомнить, что футер это отдельное государство, внутри которого свои законы, и не обязательно где-то что-то расставлять по сетке. Что в футере, что в хедере, не обязательно. Ставим сам блок по сетке, а внутри уже как получится. И вот здесь вот можно было ставить либо по сетке, либо сделать вот эти отступы между колонок одинаковыми. И вот вопрос, что лучше, каждый решает для себя сам. Помните всегда, как вы сделаете, так потом всем и мучится. В этом плане, конечно, дизайнерам повезло. Так вот, дистрибьют горизонтальных интервалов делает между элементами одинаковые интервалы. Вот этот большой и маленький отступы станут одинаковыми, если мы нажмем вот здесь, или снова позвоним в хирургию, или воспользуемся иконкой, которая появляется справа снизу. Нажали, отступы стали одинаковыми, и все примагнитилось. Теперь мы можем элементы менять местами, потянув за эти ползунки, или делать больше-меньше отступы. Когда отступы были разными, вот этого примагничивания не было. Мы не можем поменять элементы, когда разные отступы. А если два элемента, то тогда, пожалуйста, меняй местами. Ведь отступ, он один. А один отступ, он и сам по себе прекрасен. Кстати, признавайтесь в комментариях, как вы чаще располагаете контент в таких случаях? На одинаковых интервалах или по сетке? Ну-ка, признавайтесь. Дистрибьют по вертикали делает то же самое с вертикальными интервалами. И вот здесь вот еще есть жмение всяких разных интервалов. Например, дистрибьют слева делает одинаковые интервалы до левого края каждого набора текста. Например, сейчас у нас одинаковые интервалы, и визуально вроде все сбалансировано. Но от левой границы до левой границы получается вот такой интервал. А здесь вон какой. Они разные. И если мы все это дело задистрибьютим по левой границе, то интервалы становятся слева одинаковыми. Теперь вот этот интервал от лева до лева точно такой же, как от другого лева до еще одного лева. То же самое можно провернуть справа, сверху, снизу или у центров, горизонтальных и вертикальных. И что за ролик без вейфхака? Это как бонус тому, кто досмотрел до конца. И спасибо всем, ребята, кто смотрит до конца. Прям спасибо вам огромное. Частенько в адаптивах приходится пересобирать какие-то карточки целиком, потому что вариант просто сжать уже не подходит. Так вот, если мне надо поставить какой-то длинный элемент с предыдущего разрешения в новые условия, которые стали покомпактнее, Да так, чтобы отступы внутри были одинаковыми с двух сторон, например, по 20 пикселей здесь и здесь, то вместо того, чтобы ставить на 20, а потом пытаться тут через альт как-то найти вот это 6, давай сюда чуть-чуть, 18, значит, 2 назад, ну-ка, 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 о, попал. Вот чтобы вот такой ерундой не заниматься или не тратить время на калькулятор, например, поставили вот сюда, а потом идем сюда и отнимаем еще 20 пикселей. А еще и не там отнял, представляете, какое недоразумение? Ой, как-как все сложно, ребят, вот чтобы вот этим не заниматься, я делаю вот что. Ставлю элемент по нужной границе и вместо 20 пиксельного отступа делаю сразу в два раза больше, раз-два, раз-два, а тут границу просто ставлю по границе контейнера и в обратную сторону на полпути, раз-два. Получается гораздо-гораздо быстрее, особенно если не бубнишь, а просто это делаешь. Во, зацените. Раз-два, раз-два, поставил по этой границе, раз-два, все, он стоит по центру на одинаковых отступах. Так что пользуйтесь, офигенный вейвхак, постоянно делаю. Если было полезно, то поддержите, а вам не жалко, а мне приятно. Ягу общаться в комментарии, я же на каждой из них отвечаю. Скоро увидимся, услышимся, пока. Находится во вкладке оранги, гутанги. После уборки в списке есть опция лежать с пузом кверху. После уборки в списке есть опция упаковать все по горизонтали или вертикали, и, как вы видите, работает эта шляпа. Чего шляпа? Нормальная опция. Чего сразу шляпа? Нормальная опция. Когда стоит вопрос, как располагать столбики текста разной длины, то, конечно же, стоит вопрос. Что я говорю? Продолжение следует...